здравствуйте уважаемые коллеги рад вас приветствовать на своем мастер-классе меня зовут Алтухов Владислав Олегович я являюсь педагогом дополнительного образования станции юных техников и сегодня мы будем с вами наряжать новогоднюю елку будем ее наряжать необычными игрушками а мы их сделаем самостоятельно начнем наше украшение новогоднего шарика и возьмем для нашей поделки три составляющих это нитки это клей pva и воздушный шарик для удобства берем нашу формочку и наливаем в нее наш клей наливаем не очень много немножко перелим но ничего страшного и после этого нам нужно пропитать нашу ниточку мы берем форму мы взяли шарик и надули его нужного размера у ваш шарик может быть любого размера зависимости от вашей елки что я делаю дальше пропитываю клеем ниточку начинаем с вами аккуратненько отклеивать отклеивать наш шарик мы это с вами делаем хаотичном порядке на чтобы чем больше у вас работает ваша фантазия тем лучше и а и и Продолжение следует... Ну отлично, наша заготовочка готова и мы оставляем ее сушиться на некоторое время. А пока наша заготовка сушится, мы с вами сделаем вторую игрушку. Для этого нам понадобится такая вот шишка, понадобится нам вот такая вот ткань и небольшая такая вот ленточка. Плюс мы будем с вами использовать клей и нам понадобится еще краска, такая вот краска. В первую очередь нам нужно нашу шишку сделать красивой, придать ей новогоднее настроение. У нас есть с вами краска и нашу шишку. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, вот мы придали нашей шишке новогоднее настроение. Она стала такая прям новогодняя, снежная и мы ее тоже убираем немножко посушиться. Пока наша вторая заготовка сушится, мы с вами сделаем бантик для нашей шишки. Для нашего бантика нам понадобится вот такая вот ткань, ленточка и веревочка. Что мы с вами делаем? Мы с вами веревочку сейчас кладем напротив себя и пока ее оставляем. Как видите, да, у нас ткань немножечко неровная. А сейчас нам нужно выровнять нашу ткань. О, отлично! И наша ткань готова. Вот оно, новогоднее волшебство. Отлично, наша ткань готова. Нам теперь нужно ее завязать в красивый бантик. Для этого мы кладем поверх веревочки нашу ткань и сверху кладем нашу ленточку. И теперь мы аккуратненько обматываем нашу ленточку и завязываем на небольшой узелочек. И дальше, да, нам нужно наш бантик красиво выровнять, чтобы у нас он смотрелся красиво на шишке. Немножко подтягиваем и, да, сейчас делаем еще один маленький узелочек и завязываем. Вот, ну, можно еще, конечно, подровнять немножко, да. Вот, ну, примерно что-то вот в таком пухе. Ну вот, наш бантик готов. Нам, да, только нужно сделать петельку, чтобы вам можно было удобно повесить на елочку игрушку. И мы вот этот вот лишний кусочек, его нужно будет отрезать. И наш вот такой вот бантик красивый для нашей шишки готов. Она уже скоро подсохнет, и мы красиво приклеим к шишке и уже можем смело обешать. Ну, а сейчас давайте еще украсться. Наш бантик у нас есть. Хорошая бижутерия. У вас может быть любая бижутерия, там может быть, в принципе, и пуговка, и все, что у вас есть дома под рукой. Красиво. Вы смело можете использовать для вашего этого бантика. Для этого, да, мы возьмем сейчас клей. Отлично. Вот мы в центр, да, клея немножечко, да, зажимаем, и наша бабочка готова. Ну, вот наша шишечка уже подсохла, и нам осталось теперь приклеить наш бантик к шишке. Для этого мы с вами воспользуемся клеем. Да, немножечко намажем. Сверху, и аккуратненько приклеим. Вот так. Ну вот, она отлично приклеилась, и мы ее смело можем вешать на нашу елку. Давайте с вами сейчас это сделаем. Вот, ну вот, первая наша игрушечка на елке. Наша заготовочка уже почти готова. Мы перед этим лопнули наш шарик, и у нас вот что получилось. Нам теперь нужно этот шарик аккуратно вытащить. Отлично, теперь мы с вами можем наш шарик украсить. Украсить вы его можете, чем хотите, от вашей фантазии. Это может быть бусы, это может быть вот такая вот ленточка, это могут быть блески. Отлично, а теперь мы украсим наш шарик. Я буду его украшать вот таким вот бантиком, и чтобы можно было повесить красиво на нашу елку, я его завяжу веревочкой. Нам сейчас нужно аккуратненько выбрать хороший ракурс, и мы с вами аккуратненько прикрепляем наш бантик. Ну, примерно вот так вот у вас должен быть бантик прикреплен на шарик, и после этого вы его завязываете сверху тоже. Можно завязать веревочку, сделать узелок. И дальше мы с вами смело делаем узелочек. Отлично, мы с вами завязали веревочку на шарик и приклеили вот такой вот красивый бантик. Теперь, чтобы еще украсить наш шарик, мы можем приклеить бусинки. Вы также можете использовать любой другой материал. Возможно, это будет бисер крупного размера. Мы с вами берем кисточку, ищем, да, где лучше приклеить наши шарики. Смело клеим и украшаем нашу блюшу. Смело клеим и украшаем нашу блюшу. Ну вот мы приклеили наши бусины. Примерно так вот это все у нас выглядит. У нас еще есть заготовки, это звездочки. Вы самостоятельно также можете их сделать из ленточки, из такой вот золотистой бумаги. И вы также их наклеиваете, так где осталось свободное пространство, чтобы заполнить и украсить еще нашу игрушку. чистую бумаги. отлично вы приклеили наши звездочки и наша игрушка новогодняя готова мы можем ее повесить на нашу елку сейчас мы с вами сделаем а третью игрушку опять из шишки у нас есть такая заготовочка и мы с вами можем покрасить блеском у нас есть такие блески такого бордового цвета нам для этого понадобится клей и сами блески наносим наш клей на шишку и сейчас с вами проходимся аккуратненько кисточкой совсем чуть-чуть по кончикам наши шишки буквально немножко чтобы она у вас не была вся склею вот отлично мы с вами немножечко добавили клея на нашу шишку, чтобы блестки сцепились и остались на нашей поделке можно положить нашу шишку пока открываем наши блестки и теперь мы аккуратно с вами посыпаем над листочком нашими блестками старайтесь сыпать по чуть-чуть, не всю баночку, а сверху посыпаете и проходимся по другой стороне аккуратненько держим нашу шишку и посыпаем отлично, наша новогодняя шишка готова вы можете ее уже сейчас весить и она на елочке вас уже подсохнет ну и напоследок давайте с вами сделаем еще одну игрушку шалу эту игрушку может сделать даже самый маленький ребенок нам для этого понадобится такая вот мишура и нам нужно из нее сделать колечко вот получается такое колечко нам понадобится для нашей игрушки три колечка одно маленькое, одно среднее, ну и вот самое большое зеленое первое, что мы с вами делаем, мы берем маленькое желтое колечко и вставляем в красное прям вовнутрь, ну примерно вот так вот и после нам с вами нужно красное колечко вместе с желтым надеть в зеленое колечко зеленое колечко, хорошо его подкручим ну вот у нас примерно получилась такая вот игрушечка вы можете ее еще аккуратненько выровнять, да, и после мы с вами закрепим нашу игрушку ну вот такие вот ниточки надеваем мы вот зелененькую, сверху форсовываем наш вот этот вот узелочек мы смело затягиваем, немножко придерживаем, да, зеленое колесо ну вот такая у нас игрушка получилась и теперь мы с вами нашу игрушку давайте повесим на нашу елочку ну вот наш мастер-класс подходит к концу рад был с вами поделиться своими идеями вот у нас получились такие 4 красивые игрушки а самое главное, что они сделаны из подручных средств и вы, уважаемые коллеги, можете сделать их самостоятельно с вашими ребятами всем большое спасибо за внимание с наступающим вас Новым годом будьте здоровы и счастливы пока! 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 пока!